МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предстоящие выборы ожидаемо обострят конкурентную борьбу между политическими силами, но эта борьба должна быть честной. Лидер единороссов Чуваши Алена Аршинова поблагодарила руководство республики за эффективное взаимодействие и пригласила Олега Николаева на площадку партии обсудить насущные проблемы. Я подчеркну благодарность за такое акцентирование внимания на партнерстве, на вашу опору на все здоровые, адекватные общественно-политические силы. Для наших избирателей, которые у нас общие, это жители республики. Самое главное – это развитие республики, это развитие своих хозяйств, это здоровье и образование своих близких и родных. Проблемы избирателей – наши приоритеты, и мы понимаем, что невозможно, если будет работа, как в известной басне про лебедя, рак и щуку. Поэтому мы здесь, я думаю, все понимаем, что нужно идти вместе. И все наши усилия будут просто бесполезными, если мы не будем идти под общей стратегией, которая была принята. Представитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов отметил, один из эффективных инструментов – работа с обращениями граждан. Наказы избирателей помогают всем политическим партиям формировать программы. В госсовете Чувашии нашей фракции был внесен закон на меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий, установить налоговые льготы на вышеуказанным лицам в отношении одного транспортного средства мощностью до 150 лошадиных сил. Активно принимают участие в решении проблем очистных сооружений Цивильска, Шахазан, Ядрина. Много жалоб разбираем от жителей ближайших селений, пунктов к химпрому. Лидер ЛДПР в Чувашии Константин Степанов поддержал своих коллег относительно честной предвыборной борьбы. Он отметил, что необходимо исключить административный ресурс во время голосования и предоставить равный доступ к агитационным площадкам. Как бы тут мы не обсуждали то, что мы все готовы приходить к общему знаменателю, к благам, у нас в любом случае есть определенная конкуренция. Честность и открытость перед избирателями, чистота перед законом, она приносит нам определенные результаты. И мы, конечно же, настаиваем на чистоте выбранного процесса. Представители КПРФ рассказали о развитии молодежного проекта, участники которого активно работали в период пандемии и помогали нуждающимся. Глава Чуваши отметил, что предстоит горячая пора для всех и соблюдение определенных правил поможет провести выборы честно. Главными, основными игроками во время выборной кампании будут ваши политические площадки. Призывать, прежде всего, настроиться на такую содержательную конкуренцию. И именно я акцентирую внимание на слове «конкуренции». И эту конкуренцию предлагаю выстроить, прежде всего, на подходах и видениях достижения поставленных целей. Мы с вами согласимся, наверное, мы все с вами практически одни и те же цели видим. Это повышение уровня качества жизни населения. Все мы с этим соглашаемся. В Чувашии сейчас начал работу штаб общественного наблюдения. И его главная задача – создать условия для справедливого и прозрачного проведения выборов. Питание школьников всегда под пристальным вниманием. С осени прошлого года все ученики начальных классов обеспечены бесплатными горячими обедами. Необходимо добиваться их качества и доступности вне зависимости от того, в какой школе учатся дети. Депутаты госсовета, представители исполнительной власти побывали в школах республики и узнали, как организован процесс. В меню картофельный суп и котлета с гречкой. Второклассники Атлашевской средней школы в столовую ходят с удовольствием. Я люблю больше всего гречку с котлетой. Когда я сытая, мне хорошо и весело. В Атлашевской школе за организацию питания отвечает местная агрофирма. До Нового года обходили собственными запасами овощей. Весной стали закупать у оптовых поставщиков из Моргаушского района. В Чебоксарах в большинстве школ питание отдано на аутсорсинг. В одной кормят детей самостоятельно. Всего в Чувашии горячее питание получает более 60 тысяч школьников. Только в 2020 году на обновление оборудования, ремонт столовых и пищевых блоков направлено более 270 миллионов рублей из-за республиканского бюджета. В дни осенних каникул для директоров школы, заведующих производством, были проведены обучающие семинары, на которых обсуждались вопросы формирования школьного меню и финансовых механизмов организации питания. Качество обедов проверяют регулярно. В прошлом году прошло более 300 проверок. Минобразование Чувашии работают над стандартом по организации горячего питания. Он позволит определить и ответственность за качество еды. Сейчас за все отвечают руководители школ. Где граница вот этой организации питания? Конечно, мы отвечаем за режим, мы отвечаем за чистоту в самом зале, за то, чтобы питание не было холодным. Но сегодня мы еще отвечаем, что происходит в самих цехах. На священии подняли вопрос и о стоимости школьных обедов. Сейчас бесплатное питание для одного ученика начальной школы обходится в 55 рублей 20 копеек. Сумму утвердили еще в прошлом году. Но за это время цены на некоторые продукты серьезно выросли. Если посмотреть на сегодня, у нас за это время вот курица, тушка, цыпленка выросли на 42 процента, значит, яйцо на 60 процентов, сахар, песок 50 процентов, крупа, гречни 22 процента, картофель 2,2. Я могу этот список еще продолжить. Никакой компенсации, значит, вот этих вот расходов, пока даже разговора нет и речи нет. У нас на сегодняшний день на шестоловых, значит, фактическая стоимость получается не 55-20, а где-то уже за 60 рублей. 65-66 рублей. Пока работаем в убыток. Но мы понимаем важность обеспечения школы. По итогам совещания выработаны рекомендации для совершенствования организации школьного питания, чтобы задача решалась комплексно и системно во всех муниципалитетах. Достижения в области здравоохранения, противодействия коронавирусной инфекции и цифровую трансформацию обсудили руководители парламентов Приволжского федерального округа на заседании Ассоциации законодателей. Полномочный представитель президента ПФО Игорь Комаров отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Приволжском федеральном округе улучшается. Однако необходимо прорабатывать различные сценарии развития ситуации, в том числе и третью волну роста заболеваемости. А потому на первый план должны выйти профилактические меры. В настоящее время массовая вакцинация людей выходит на первый план. И, как показывает анализ, в целом округ пока демонстрирует достаточно высокий темп вакцинации, незначительно уступающий средним показателям по России. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о важности наращивания темпов вакцинации для формирования коллективного иммунитета. Это напрямую влияет на сроки преодоления эпидемии, окончательного выхода из режима ограничений. Помимо сферы здравоохранения, законодатели обсудили вопросы законодательного обеспечения повышения производительности труда, меры государственной поддержки в этой сфере, а также цифровую трансформацию, как одной из национальных целей развития страны. На первом этапе 49-й сессии депутаты рассмотрели поправки в закон о местном самоуправлении. Муниципальные районы будут преобразованы в муниципальные округа. Кроме того, рассмотрели поправки в закон о выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, которые направлены на реализацию дополнительных мер поддержки жителей республики. В частности, местные власти теперь могут самостоятельно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые находятся на семейной форме обучения, двухразовым бесплатным питанием или выплачивать им средства. Пишут заявление по месту жительства, и, соответственно, этот ребенок полностью берется на бесплатное двухразовое питание в школе. И эти средства закладываются и обеспечиваются районной администрацией. А мы здесь, на уровне республики, предусматриваем эти средства в бюджете Чувашской республики для последующего трансферта муниципалитетом. Таким образом, просто эта помощь, скажем так, эта мера, она приближается к людям. Больше вопросов у депутатов вызвал законопроект о реформе местного самоуправления. Предполагается, что в республике появятся муниципальные округа. Законопроект уточняет полномочия местных властей. Они смогут выявлять собственников учтенных объектов недвижимости, будут иметь полномочия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, создавать муниципальную пожарную охрану. Закладывается норма, которая позволяет местным органам самоуправления выбрать оптимальную форму для работы. Поэтому я конкретно голосовал за то, чтобы была такая возможность у местных жителей самим определить. Есть территории, где действительно необходимо, по сути, делать муниципальные округа. Но я думаю, в большей части, особенно там, где густонаселенная территория, однозначно доставлять сельские поселения и советы депутатов. Потому что местные органы власти начинаются с представительных органов власти. Депутаты фракции «Справедливая Россия» считают, что укропнение позволит сделать работу депутатов всех уровней более профессиональной. По второму вопросу я вообще считаю, что это тоже необходимо было сделать. Почему? Потому что вот эта оптимизация, да, именно просто с тем самым законопроект появятся профессиональные депутаты, да, и они будут более, как бы, требовательны, более образованы в законотворчестве. Потому что я сам вот со своими депутатами, по своим депутатам «Справедливая Россия» ездил по городам и вестим, да, ну честно, вот, желать надо лучшего. Вот, понимаешь, депутаты даже не знают из вот сельского поселения, из-за чего они избрались. Фракция ЛДПР голосовала против. По мнению парламентариев, депутаты поселения лучше разбираются в местных проблемах. А если произойдет укрупнение округов, то депутаты не смогут защитить интересы своих односельчан. В случае принятия каких-либо решений по зимнепользованию, в случае принятия каких-то проектов там по инвесторам, как у нас были по китайскому проекту по инвестициям, когда люди, как раз депутаты местного самоуправления поселения выходили, выступали против. Как ни менее прислушивались, и проекты не были реализованы. В данном же случае, в случае укрупнения, мы опасаемся того, что мнение людей с конкретных территорий, которых будет касаться тот или иной вопрос, будет не настолько громко, не настолько важно, и оно может быть не услышано и проигнорировано органами власти, просто потому что у них уже не хватит голосов. В ходе очередной 49-й сессии Госсовет Чуваш утвердил 11 из 13 членов 5-го состава Общественной палаты Республики. Еще 11 человек назначил глава Чувашской республики. Треть изберут новые члены палаты самостоятельно. Из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории республики. Это была программа «Законодатели». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова